Приветище! Это Зельда, Слезы Королевства, и мы продолжаем прохождение. Сейчас я нахожусь в замке Хайрул. Ну, не совсем прямо в центре его сердца, а где-то около. То есть вот эта территория, где я сейчас нахожусь, это тренировочный зал. Здесь готовили бойцов. И знаешь, что я здесь нашел? Я нашел здесь одежку, гвардейский мундир, который дает плюс 4 к защите. Видите, белые перчаточки на моих руках. Правда, на правой все равно ее не натянуть, видимо, было из-за того, что слишком длинные непосреженные ногти у меня там. В общем, хорош болтовни и пошли исследовать дальше закоулки замка Хайрула. О, кстати, ничего себе, а я и не заметил раньше. Оп-оп-оп-оп-оп, свинья бежит. Здесь очень мощные противники. С ними надо быть осторожнее, они намного сильнее меня. Так что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Спокойно, не бей меня. Если она сейчас меня ударит, это свинья. Какая-то королевская, видишь, у нее на башке. Трезубец. Рога тройные. Да, отстанет меня. То я сразу слягу. Свинья, прекрати. Хватит бегать за мной. Мы же не в игры играем. Ух, это было близко. Где мой меч? Вот эту штуку возьму. Уходим, 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 уходим издалека. Я буду издалека по тебе стрелять. То есть, ты видишь, сколько я урона ей наношу? Даже мои скелетные ручки сломались. Рог черного бокоблина. И вот сердце его. Короче, я тут нашел меч. Надо бы его забрать. Вон он стоит. Там еще и копье есть. Это же все-таки тренировочное место. Тут тренировались бойцы. Возможно, даже гвардейцы, хотя я сомневаюсь. Вот, заберем клеймур. И может быть, вон туда забежим, откуда свинья выбежала? Подожжем вот это все дело. Посмотрим, что там у нас. Ну-ка, ну-ка. О, металлические ящики. Было бы неплохо их сломать. О, одно сломали. И там у нас рыба. Жареный окунь. Ммм, вкуснота. Там вон еще копье лежит. Наверняка кто-нибудь написал бы мне. Там еще копье было, ты его не взял. Копье дряное, сразу говорю. Оно очень мало дамага наносит. Поэтому я его не беру. Еще скидываем в сундук. И там стрелы. Ну, пойдет. Все, выбираемся с тренировочной зоны и идем дальше. Нашел спуск в подвал. По всей видимости, это подвал. Сейчас мы откроем туда дверцу. И посмотрим. Блин, если я туда спрыгну, я уже сюда навряд ли поднимусь нормально. Хотя нет, смогу. Давай спрыгнем. Открытие. Королевский ход. Хайрульская равнина. Ну, скорее всего, это потайной какой-то ход. Тут так спокойно, тихо. И даже мязмов практически нет. О, наверху свинья. А, нет, не свинья. Блин, меча-то нет. Давай воду на них опробуем. Как насчет воды? Лови. Помойся, мальца. Не, вода им вообще ничего не делает. Хорошо. У него длинная палка. О, так у него молот был. С одного маха меня вырубил. Ну вот, теперь ты понимаешь, насколько здесь хардкорно. Один удар, и меня нету. Мне, конечно, рановато сюда идти, но я люблю сложности, так что... Мне это интересно. Посмотрим, смогу ли я зачистить этот замок или нет. Конечно, если один противник против меня, то это как бы еще изи. А вот если их будет толпа, то я на рожон не полезу. Нет уж, извините. Вот ты где, да? Лови. Надо щит взять. У меня тут щиты хорошие есть. Вот этот давай, например, возьмем. Вставай. И опять ложись. Опять. Получай. Он даже не встает, слушай. Просто лежит, и все. А я его калашмарю. Не вставай, я замочил чувачка. Заберу его палку. Очень длинная и полезная. И посмотрим, что в сундуке. Боевое копье. Ух ты, слаймик. Кстати, вот против него отлично подойдет водяной посох. Слаймик, лови. Не туда полетело. Ой, да вас там много. На. Сразу же тушится. Мана закончилась, посох не работает. А вот эту вещь полезную заберем. Ну, пригодится. Ну, капец, как туда внутрь далеко сползать. Это вообще ужас. Там вон еще кто-то ходит. Давай лучше наверх поднимемся сперва, а потом уже вниз. На парашюте. Как? Прыгнем? До первого верхнего этажа добрались. Ага. А здесь можно еду приготовить. Спокойно. Свинюха, спокойно. Какая у тебя там бита мощная. С камнем. Выйдешь? Один на один. Давай, выходи. Только ты меня не бей, а то я хлипенький. О, это близко, это близко. Это слишком близко. Спокойно, да прекрати ты. Вот так вот. А я туда пробегаю. Быстрее, 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 быстрее сюда. Бежит за мной. Ух ты, смотри, что он делает. Нарок свой насадить меня захотел. Дай-ка я пожру что-нибудь. У меня тут куча блюд приготовлено. Я подготовился все-таки к походу в замок. Ай-ай-ай-ай-ай. Замашки сильные. Мимо. Мимо. На тебе в лицо. Так, надо оружие поменять на что-нибудь помощнее. А то я так долго буду с ним возиться. Вот это возьмем. Улетел. О, вот это я заберу. Блин, не могу. Не могу забрать. Мест нет в инвентаре. Но я и так справился. Значит, выкидываю вот этот меч. Двуручный меч. Объединю с двуручным. И получится мега крутой двуручный большой меч. Смотри какой. Запаришься махатим. А что в сундуке свинья охраняется? Да тут еще два сундука. Ого. Рыцарский алебарда. И посмотрим, что еще здесь. Боевой лук. А вот эти ящички мы сейчас подождем. Там наверняка что-то есть. Еще и почку тоже сожжем. А, не успели. Ох, сколько еды-то. Ммм, как хорошо. Ну, продолжаем наше восхождение. Посмотрим, что еще выше нас будет ждать. О, привет. Готов. Быстренько с ним разобрались. У него какой-то крутой лук. Меч, кажется, нашел. Рок синего заврофоса. Плюс 16 к чермонтажу. Он похож на самом деле на саблю. Огромный бумер... Блин, это бумеранг. Классная штука. Давай вот эту палку выкинем. Вот мы ее выкидываем. А бумеранг заберем. Теперь у меня есть крутое оружие. Но им пользоваться только на улице придется. В замке не развернется этот бумеранг. Алмаз нашли. Шикарно. Он, кстати, плюс 25 к чермонтажу дает. Это очень сильное оружие можно сделать. Блин, тут не выйти. Надо открыть люк сперва. Или как, или что. А, этот люк откроется только с той стороны. Вот же ж, блин. Что, если мы его подорвем? Может быть, он тогда это... Откинется, как думаешь? Не, нифига. Только зря бомбу истратил. А что я мучаюсь-то, елки-палки? У меня же телефон-то есть. Я сейчас вот так сделаю, да, и все. О, а ты кто? Человека нашел какого-то. Сейчас я вот это открою. Чтоб я потом сюда мог пролезть спокойно. Вот так вот. Приветики. Ты кто? Ах, вот как тут все внутри замка Хайрула выглядит. Прямо-таки лабиринт. А кто здесь? Ты ведь Линк, так? Прошу прощения. Я на биро. В этом замке до сих пор тьма оценных сокровищ и оружия. Меня попросили поставить на стражу, чтобы в замок воры не забрались. Но я заблудился. Ты не обращай на меня внимания, прошу. Проходи. В конце концов, ты сам из замка, так что не стесняйся. А может, ты сам воришка, а? Откуда у тебя копью? Сейчас это не важно. Это мы, походу, на балкончик сейчас выйдем, да? Ну да. И стрелы лежат. Значит, нам внутрь надо теперь идти. Ну что ж, идем внутрь тогда. Ой, а тут... А, это ковровая красная дорога. Я думал, миазмы. Но, слава богу, тут все хорошо. Да, лабиринт здесь, конечно. Ого-го. Может, сюда зайти. Что это? Обеденное зало. Как это понять? Обеденное зало. Просто обеденный зал же можно написать было. Привет, ты кто? Это тот чувак из форта. Он пришел за рецептом. Вот. Привет. Ничего себе. Ты сюда в такую даль пришел. Ты, наверное, очень любишь вкусно поесть, раз забрался в обеденную залу у замка Хайрул. А, обеденную зал. Она, в принципе, так называется. Ну, понятно. Обеденную залу. Здесь есть рецепты. Каких я еще в глаза не видел. Мне отсюда даже уходить не хочется. Раз я сюда дотопал, хочу всех в дозорном форте побаловать вкусной едой. Лучшее средство против усталости. Палокомиться на славу. Да, блюдо там. Смотри. Вот какое блюдо. Молоко, трава, мясо и яйцо. И получится типа что-то плова. По крайней мере, похоже на него. Да, вон, смотри, проход за ящиками. Сейчас все разломаю и посмотрим, куда там это все. О-о-о-о. А там прямо желе из мяазмов. Так, так, так. Пройти тут, в принципе, некуда. Ну, и лук такой себе там пришпандорен, спрятан. Сейчас я, конечно, посмотрю. Да, лук такой себе. Можно его даже не брать. Ладно, выходим, значит, из обеденной залы. Теперь можно спуститься и в подвал. Ты все еще тут тусишь? Ай-яй-яй. А я уже обратно иду. Ну что, поехали. С ветерком сейчас спустимся. Вот и спустились, а здесь какая-то хамень стоит. Глубоко-глубоко под этой землей первый из королей, могущественный и благородный, заточил короля демонов. Это не Рауру, случайно ли? Стремясь укрепить место заточения, мы воздвигли здесь замок, как главный оплот этого священного места. Ага. Если с замком что-то случится, то от священного места не останется и следа. А значит, со временем... Король демонов возродится и обрушит всю свою ненависть и злобу на эту землю. Процветание королевства напрямую связано с сохранением и защитой этого замка. Пусть зло покоится здесь навеки. Навеки не получилось, к сожалению. Оно воскресло. Что у нас тут? Ух ты. Надо ломать. Ну давай попробуем. Да тут глину просто завались. Хрен проломишься называется. Какой-то Майнкрафт начался. О, слушай, я куда-то пробился. Ничего себе. Ну ничего себе. А это не голем или случайно он? Ну сейчас мы это узнаем. Да, это они. Готов. Сколько здесь занара. Занарить меня. А, так тут и все. И проход дальше закрыт. Ну хоть занар сейчас пособираем. А что-то он правда не сыпется. А где занар-то я не понял. Вроде руда занаровая. Камень. А, вон оно что. Там еще дальше спуститься можно. Так, кажется меня запалили. Давай тихонечку сейчас слезем. Опля. А, вот занар смотри-ка упал. А не, это поспалит. Угу, тупык. А там внизу что-то очень страшное меня ждет. Прям вот. Вон. А, мы знаем кто это такой. Это же считает. И он, кстати, не простой. Он молнией стреляется. Я такого уже видел в замке. Опасная тварина. Может одной молнией меня сразу же завалить. Так что надо быть аккуратным с ним. Вон, видишь, молнии пускает. Засранец. Сейчас мы его укокошим. Он, в принципе, бесстрашный. Просто нужно его огоньком немножечко накормить. Эй-эй. Лови. А теперь нужно взять нормальное оружие. И надавать ему. Есть. Опля. Ну же. Блин, да чуть-чуть тебе же осталось-то. А, блин, током жбануло. Ёлки-палки. Причем, когда меня током ударило, у меня еще и лук выпал. Сейчас я лук-то свой подберу. Все, это тоже сдох. Вот и хорошо. Что-то там в своем сундучке я хранил. Рыцарский щит. Плюс 40. Ёлки-палки. Что выкинуть-то? Ну, что хочу сказать. Пойдем отсюда. Тот замок мне уже чертовски поднадоел. Вышка Элдинского ущелья. О, крышка от башни. А что здесь, собственно, происходит? Чувачок какой-то стоит. Вот незадача. Че случилось? Опять мы встретились. Доброе утро. А мы уже встречались с тобой? Извини. Тут сейчас небольшая проблема. Какая? Огромный кусок руин свалился с неба. Прямо на пусковую вышку. Из-за этого крышка, закрывающая отверстие наверху пусковой вышки, отвалилась. Это значит, что проем в крышке ничем не закрыт. К тому же из-за удара заел входную дверь. Наверное, если кто-то смог бы активировать терминал внутри вышки, дверь бы открылась. Но попасть внутрь невозможно. Для меня нет ничего невозможного, слушай. Че, действительно дверь не открывается, да? Ну да. Ладно, по-стариночке. Давай взбираться тогда туда, что ли. Телепорт. Можешь меня хоть чуть-чуть наверх подкинуть? Нет, не может. О! 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 Как ты вовремя здесь очутился-то? Ты мне сейчас так облегчишь задачу. Офигеть, как ты удачно свалился-то, а? Давай уже падаем. Во. Поехали. Я сейчас с этого камня просто спрыгну и в башню залечу. И все. Проблема-то. Там наверху, кстати, нет? О, так мы еще и сейчас на обломок залетим. Вообще обалденно. Шпинг. Разрешите, я зайду. Опа. Че у нас тут в сундучке? Зонаровый меч. Конечно, заберем. Еще цветочек свистнем. Где там эта башня? Прямо под нами же, да? Ну че, полетели. Прямо туда. Прямо в нее. Интересно, залечу, не залечу? Сейчас будет экстрим. Погнали. О, получилось. Все, открываем эту штуковину. Че ты там говорил, что невозможно? Ух ты! Значит, я был неправ. Дверь можно было открыть изнутри, активировав терминал. Ты меня выручил? Большое спасибо. Что же, передохну и сразу отправлюсь в путь. Работа не в проворот. Блин, а я думал, ты хочешь воспользоваться этой вышкой. Ну, раз такие дела, то я воспользуюсь. Итак, летим и ищем геоглифы. Продолжение следует... Давай-ка вот сюда залетим, здесь что-то очень интересное. Я конечно хотел геоглифы поискать, но, видимо, без геоглифов пока. Что тут? О, тут у нас чувачок крутой. Давай сейчас мы его пикай. Камни в меня кидать. А ты какой-то не такой, как все. Слишком у тебя башка большая. Кто ты такой? И на башке у него топор какой-то, слушай, а не рот. Опа, нифига себе, проехал такой мимо меня. Примчался. Ты еще и с лука стреляешь на меня? Ну, вылетайся. Это моя тачка теперь будет. Лук отожали. А нет, не отожали. Мест нету. Хочет подойти к луку, а я ему не даю. Что, давай мы эту штучку развернем и, наверное, поедем в другую сторону, посмотрим, что там. Оп, 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 успели. Мы едем, едем, едем в далекие края. Капец. Прикольно ездить на вагонетке по небу. Эпичненько. О, здесь еще один рядовой нас ждет. Давай-ка остановимся, что ли. Давай, тормози. А, тут как раз тупик уже все, типа. Привет. Привет. Какая у тебя мощная дубина. Ты где такую достал? Лови. Вот так вот. Дубина выпала, нет? Нет, не выпала. Сейчас, я думаю, отхвачу. Оп, оп, оп. Дубину я твою заберу. Прочная толстая палка. Большой прочностью обладает она. Успел, кажется, все взять. И это хорошо. Ну что, мне теперь наверх надо подниматься, да, при помощи моего телепорта. Но я, если честно, знаешь, что хочу? Достать параплан. Пихнуть на него вот эти вот батареечки. Батареечки отдайте мне, пожалуйста. Надо их, короче, как-то ровно так расставить. Одну сюда. Потому что, если я их неровно расставлю, то... Параплан будет несбалансированный. И... Парить мы будем хреново. Вот так вот. Ну все. Запускаем, значит, в обратную сторону наш параплан. Эх, не получилось. Ладно, минуточку, секундочку. Поднимаемся. Отключаем все. Давай, полетели, юху. Батарейка сдох, ладно. Но зато мы летим. Нам, пожалуйста, наверх. Батарейки видно, как расходуются, да? Вон топливо кончается, смотри. И скоро я буду тратить свои батарейки. А можно развернуться, пожалуйста, пока у нас не закончилась батарейка? Мне бы вернуться еще назад. Очень хотелось бы. Не залетаем мы наверх. Пропеллеру не хватает мощи, чтобы залететь туда. Черт, это плохо. Давай-ка сюда. Сейчас придется по ходу прыгать. Да, вот так вот. Ну, а параплан тогда полетел в Тартарары. Давайте портироваться наверх. Посмотрим, что там. А мы тут, походу, и не пройдем. Там сундук вижу. А, так можно, в принципе, это... Разрубить. Меч-то у меня есть где-нибудь какой-нибудь? У меня меча нет. Вот, двуручный. Пойдет? Вот и все. Сейчас посмотрим, что в сундуке. Ага. Тут вон что. И здесь тоже, да? Хотя вот тут можно, кажется. Во. Завет мудрецов. Небольшой камень, который, как считается, некогда принадлежал мудрецу. Если взять его в руки, ощущается прилив решимости и связь с мудрецом. Ну, хорошо. Раз мудрецы, то пусть будут мудрецы. А мы идем дальше. Привет. О-о-о-о. Полегче, 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 полегче. Не надо в меня огоньком. Это так-то не очень приятно. Как я уж мантеляю двуручным мечом-то. Палку потерял свою. А, она сейчас сгорит, значит, у тебя. Вот и все. Разобрались с этим големом. Я бы у него щит забрал, но места нет. Можно, конечно, вот этот выбросить. А вот это взять. Блин, всего две брони. Это вообще не круто. Но зато я могу здесь все поджигать. Ладно, пригодится. Вот так вот берешь и сжигаешь их нафиг. Едем выше. Что называется? Что это вообще тишина какая-то? Хоть бы роботы. А, понятно. На вагонетках дальше надо шмантылять. Хорошо, что тут запчасти все здесь. Не надо свои тратить. Это очень радует. Все. Пушка-ракета готова. Погнали. Пропеллер, правда, немножечко криво встал. Ну и что? А, так мы к светилищу едем. И там вон еще конвейер есть. Пойдем вообще со мной. Может, ты мне еще дальше пригодишься. И да, ты мне пригодишься. Эту штучку я сейчас оторву. Вот так вот прикреплю. Запущу всю эту безделушку. И запрыгну сюда. Вот и все. Перелет защитан. О, впинающая панель. Платформа, которая будет меня отсюда выпинывать, видимо, да? Круто. А, можно туда перелететь вообще. А там что снизу, смотри. Сундук. Проблематично будет его взять. Так, это толкать. А, это еще и толкать можно. Слушай, можно выбрать направление, куда ты полетишь с этой толкающей панели. Ну, круто. Так. Конвейер, значит. Что ты мне дашь? Предлагаю запульнуть в него большой энергозонар. И посмотреть, что из этого выйдет. Ой, ой, ой. Как много всего. И куча всякого интересного. Гидрант. Механизм Заная. Ударьте, чтобы началась льется вода. Спасибо. Еще один гидрант. Большое колесо. Еее. Я теперь могу нормальные тачки делать. Мощный автономный механизм Заная. Благодаря большому диаметру отлично подходит для бездорожья. Еее. Скоро мы будем делать бездорожники. Ну, пропеллер понятно. А это батарея. Одноразовая переносная батарея. Жалко, что это одноразовое. Гидрант. Еще одно колесо. Так, у нас есть два колеса. Давай-ка я сюда сейчас закину пять штук. Вот этих вот. И заберу еще кучу колес. Колеса нужны. Очень нужны. Базыба, базыба, базыба. Ну все. Вроде бы куча набрал колес. Это будет достаточно. Пойдем теперь в святилище. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что колеса круто, но вот руль был бы еще круче. Вода покажет путь. Светилище Кадаунари. А вот и гидранты нам пригодятся. Тут, кстати, уже один есть. Давай его возьмем. Что нам? Нам показывают, что если вода будет литься в лаву, то мы будем получать вот такие штуки, да? Да, точно. Смотри-ка. Прикольно. Давай гидрант сюда сейчас положу. Ударю. И можно его, в принципе, вот так вот брать и тащить. Ха, забавно. Ну офигенно же. Очень классно придумали. Во. Так. Это я положу тебя сюда. Слушай, а что если я тебя к щиту шлепнусь, чтобы я тебя не таскал постоянно? Ну-ка. Да, работает, слушай. Там вон сундучок есть. А как на него попасть? Нужно сделать огромную длинную штуку. Сейчас. А-а-а. Ломается гидрозатвор. Блин, плохо. Очень плохо. Все сломалось. Невыгодно, короче, гидрозатвор цеплять на щит, потому что щит быстро изнашивается. Да ничего. Слава богу, что здесь есть еще один. Я тогда на руках его потаскаю. Короче, вот этот кусочек нам не подойдет. Он слишком маленький. Нам нужно побольше смастерить. Либо такой же, потом склеить их. Поливай, поливай. А, неудачно. Неудобно так ходить. А-а-а. Свалился. Короче, когда он на щите, все-таки удобнее. Ладно, воспользуйся этими частями. Склею просто, да и все себе. Тут мостик этот. Вот так вот. И поднимемся туда. Интересно, что там в сундучке? Прикинь, будет гидрозатвор. Вот это я поржу. Лук голема. Ну, у меня намного круче луки, поэтому забирать не буду. Пускай там потусит. Дальше. Нам нужно как-то проломить вот эту штуку. Есть идейка. Есть идейка. Мы сейчас вот эту штуку прикрепим к мечу. Вот. И попробуем... И попробуем все это сломать. О, нормально. Слушай, она еще и ветер гоняет. Смотри. То есть и блоки ломает, и ветер загоняет. Нормально так. Теперь мне в ту сторону надо. Ну, тут-то проще простого. Просто берем гидрозатвор. Ставим его здесь. Запускаем. А, нет, только не упади. Только не упади. Так. Ну, вот и все. Мой мостик готов. Оп-так, блин, да что ж меня так косит сегодня. Гидрозатвор меня поливал. Чтобы я очнулся поскорее. Ай-ай-ай-ай-ай. Не сгореть бы нафиг, черт и здесь. Все. Испытание пройдено, елки. Дайте мою награду, я свалю. Ну что, а теперь дадим пинающей панели пнуть меня под зад. Чтобы улететь туда. Посмотрим, как у меня это... О, звезда упала. Ну, она упала далековато. Запрыгиваем сюда. Только не сильно, пожалуйста, поните меня. У-ху! Мы сейчас, короче... Знаешь, что сделаем? Подождем все это дело. О, упал. Упал, упал, упал. Батарейка! Спасибо. Поворачиваем нашу пинающую штуку. Вон в том направлении. Хочу залететь туда все-таки, где деревца растет. Ну, тут как бы по большому счету, кроме яблок, ничего не оказалось. Срублю сейчас это дерево. Крепкая зараза. Яблок много с него упало. И дерево полетело вниз. О, слушай, я под геоглифом прямо нахожусь. Геоглиф Пураншеты мы уже смотрели. Есть еще какие-нибудь геоглифы тут рядышком? Ну, короче, что хочу сказать. Следующий геоглиф, который нам нужен, находится... Вот здесь вот. Так что чешем туда. И полетели, елки. Вау. Слушай, я сейчас еще параплан себе сделаю, и мы полетим нафиг. Прям конкретно полетим. Осталось его только запустить. Ну и дальше ты понимаешь, что делать. Полетели. Ю-ху. Все, парим. Парим. Ой-ой-ой. Теперь надо балансировать. Очень аккуратно балансировать. Видишь, не очень хорошо получается это делать. Так. Мы, кажется, в крутой пике попали. Лин, держись. Какого черта? У нас все пошло не по плану. Блин, а я хотел красиво полететь. Так, давай-ка мы попробуем догнать это все дело. Я пытаюсь догнать параплан. Ой, ударился сильно. Спокойно, спокойно. Надо завести двигатель. И все решится. Давай, 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 давай. Держись, Линк. Ну, елки, надо же держаться было. Куда он полетел? Куда ты полетел? Он летит без меня. Стой, подожди меня. Капец. Это фиаско, братан. Вот теперь он летит. Эх. Ну, почему у меня так выходит, а? Кстати, мы летим вообще не в ту сторону. Мне вон туда надо. Мы разлучаемся с тобой. Мой параплан. Кстати, батарейка одна отлюпилась. Но он, кстати, летит. Очень хорошо летит. Ну все, он исчез. Ну все, мое чудо-колесница готова. Сейчас посмотрим, как она попрет в горочку. На этих мощных колесах. Погнали. С ветерком. Только что-то как-то поворачиваем не туда, куда мне нужно. Я бы еще сюда, может быть, это, вентилятор зафигачил. Блин, не едет дальше, прикинь. Не могет. Ладно, я помогу ему. Блин, а здесь озеро кругом. Что за подстава? Кстати, интересно, а получится ли переплыть с этими колесами это озеро? Стой, 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 стой. Подожди. Подожди меня. Подожди. Дай я залезу на тебя. Не, это плохая идея. Не, я слазью с тебя. Как говорится, без руля и жизнь не та. Так что надо будет руль намутить где-то. Той, ебать. Фух, все, поехали. Ребятки, мне бы правее немного взять. Правее надо, правее. Да и пошло оно все, лесом. Оно сейчас свалится, да, стопудово. И полетела моя инженерная мысль в лес. Все, короче, я дальше пешком. О, это что за пончик там? Слушай, там еще Тони Старка не хватает. Ой, привет, ребятки. Да стойте, я вообще в этот, в бинокль смотрел. Не до вас. Не до вас. Все, руки я ваши забираю. Где вторая рука? А, все, она укатилась. Ну и в топку. Ух, нифига себе, сколько здесь геоглифов. Ты посмотри. И вон там он есть. Кстати, там какая-то жаба. Меточку надо поставить. И вот здесь вот. По-моему, это тот геоглиф, который мы ищем. Ну вот, мы и добрались до следующего воспоминания. Не могу никак найти этот омут памяти. Но благо тут рядышком упала каменюга. Которая нас сейчас поднимет наверх. И с высока там мы точно все найдем. Слушай, я так подозреваю, что воспоминания где-то в лесу. Вот слезы идут сюда, 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 сюда. И похоже, что да. Где-то здесь должно быть воспоминание. Еще одна слезинка где-то тут спрятана. Я ее, правда, не вижу. Но она где-то здесь. Вот она, вот. Прямо к ней прилетел. Отлично. КОНЕЦ КОНЕЦ Хайрул будет моим. КОНЕЦ 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 Вижу группу Малдор на подходе. Сколько их неизвестно. Но их много. Отвуда столько Малдор? Их просто море. КОНЕЦ 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 Ах! Все Молдоры разом погибли! Что это было? Грубая сила тут не поможет. Так это и есть тайный камень. Ха! Интересно. Субтитры создавал DimaTorzok